Химотерапия Химотерапия Тошнота, как я уже сказала Чувствительность в почках Некоторые люди страдают от головной боли Я буквально предотвратила почти все эти побочные эффекты Я далее вам расскажу как в дальнейших видео И нужно понимать, что это не значит, что все эти побочные эффекты будут у вас Конечно нет, это все очень индивидуально У кого-то больше головных болей, у кого-то рвота, у кого-то тошнота Это не обязательно у всех одни и те же побочные эффекты И как я уже сказала, самое важное, что многие вещи именно находятся в ваших руках И вы можете помочь своему организму бороться с побочными эффектами Еще кое-что важное, что я бы вам хотела сказать Если у вас есть выбор, в какой больнице останавливаться То я бы вам очень-очень советовала Либо чтобы это было близко к дому, буквально, чтобы вы могли пройти пешком Либо чтобы кто-то из ваших близких вас брал на эти курсы Потому что, во-первых, это очень долгий день, вы очень устанете Например, я поначалу проводила в онкологии где-то 6 часов То есть каждый раз 6 часов, потом это перешло где-то на 3-4 часа И, конечно, после того, как вы проходите всю эту химиотерапию Вы чувствуете себя не очень хорошо, у вас дикая слабость И вам не захочется ехать на автобусе, после этого трястись там, я не знаю, час-два И тем более, если, не дай бог, у вас будет тошнота И вы захотите вырвать, то это будет вам очень неприятно Поэтому, если у вас есть возможность, то близко к дому Либо чтобы кто-то вас сопровождал И, кстати, я не знаю, как у вас как бы в России Я так поняла, что есть люди, которых прямо ложат в больницу на все курсы химотерапии У нас в Израиле это не так Мы приходим, скажем так, утром, проводим 6-5 часов в онкологии Потом возвращаемся домой То есть у нас нет такого, что мы остаемся там на ночь или на несколько дней Конечно, если только это, не дай бог, какой-то очень особенный и тяжелый случай Дорогие девушки и женщины, я бы хотела обратить ваше внимание на ваш протокол болезни Когда вы придете к онкологу, и он уже вам четко составит протокол Скажет, сколько курсов вам надо будет проходить, какие лекарства вы будете принимать внутривенно Или не внутривенно, если у вас какой-то вид рака, который тоже предполагает принятие, например, таблеток Гормональных или биологических Почему это так важно? На моем примере у меня было 14 курсов или 14 раз Я не знаю на ваших терминах, как это происходит То есть 4 раза я проходила внутривенно лечение адриамицином А потом еще 10 раз я проходила лечение тексолом И это, конечно, не секрет, что все эти химические лекарства, они очень портят вены И не только эти химические лекарства портят вены, но еще, например, в Израиле Каждый раз перед курсом химотерапии вам надо сдавать повторно проверки крови Для того, чтобы знать, можете ли вы проходить этот процесс или нет И как бы вас постоянно колят в эти вены Эти бедные вены просто пропадают Вначале я думала, что это, конечно, ерунда Что как бы я слышала о том, что это портит вены Но думаю, ну насколько уже это может быть серьезно Но на самом деле, поначалу все было нормально Но потом уже медсестра не могла найти вены на той руке, которую я всегда делала Потом они перешли на другую руку И, короче, это меня немножечко травмировало Мне было, конечно, жалко свои несчастные венки Поэтому у вас есть, конечно, другая опция это сделать Я думаю, что это намного умнее Если бы я знала, что у меня тоже такая опция есть, я бы это сама сделала Это такой приборчик, который называется порт Примерно он вот таких вот размеров, небольших Вам делают как такую мини-операцию Я думаю, что это общий наркоз И делают вам этот приборчик вот здесь вот возле сердца И этот приборчик вам поможет оставить ваши венки, конечно, в лучшем состоянии Я уверена, что в любом случае какой-то побочный эффект от этого будет Но я думаю, что менее серьезные Те девушки, которых я видела в онкологическом отделении Они все как бы советовали Я не слышала ни разу кого-то, кто бы не посоветовал этот прибор Поэтому проверьте со своим врачом Ну а сейчас я хотела бы задеть такую более больную тему А именно тему нашей женственности Неважно в каком возрасте мы находимся Мы всегда хотим выглядеть хорошо И естественно, химотерапия, она влияет на наш внешний вид Мы становимся более такими бледными Наши волосы выпадают Мы чувствуем себя неуверенными в себе И постоянно как бы думаем, да, что о нас подумают друзья Вообще любые люди на улице И особенно наш мужчина И для меня это тоже было немаловажным Потому что я как бы работаю в мире моды И мой внешний вид, он немаловажен Это мой инструмент, мой, скажем так, рабочий инструмент Но опять-таки я выбрала позитив И не думать как бы о плохом Потому что я понимала, что это все временно И я говорила себе, Женя, сейчас ты должна нацелиться на то, что ты хочешь быть здоровой И также твой любимый человек хочет, чтобы ты была здоровой Ему сейчас совершенно не важно Красивая ты, бледная ли ты Он хочет, чтобы ты выздоровела И тогда вы оба будете счастливы Поэтому я как бы именно себя успокаивала этим И знала, что все это временно Девчонки, а сейчас я хочу вам дать такой дельный совет Он, конечно, не простой, но очень дельный Перед тем, как вы начинаете курсы химотерапии Сбрейте свои волосы на лысо Потому что ничего не поможет И, к сожалению, нет чуда Это все выпадет Я вам покажу сейчас видео, которое я снимала Для моего блога на Еврите То есть у меня не было волос вообще Совершенно лысая голова И я считаю, что это правильно Потому что, когда вы видите свои локоны Которые выпадают практически кусками То это очень травмирует И для чего вообще это ждать Моя мама пришла ко мне день до того Как я начала курсы химотерапии Моя мама тоже прошла рак груди Она уже знала, что мне предстоит Я представляю, как это было тяжело для моей мамы Короче, она сбрила все мои волосы У меня осталось буквально чуть-чуть И то все эти капли волос, которые остались Я потом видела в раковине Когда я мыла лицо Что они просто выпадали Поэтому я вам чисто от сердца советую это сделать И что я хочу еще добавить Что в наше современное время Есть очень много бьюти-штучек Которые могут нам помочь Выглядеть намного лучше Например, это парик Это платки Это определенные косметические продукты О которых я вам расскажу в других видео Например, я приобрела вот этот парик Который вы, наверное, уже знаете Этот парик я получила совершенно бесплатно От ассоциации по борьбе с раком Это совершенно натуральные волосы Конечно, это не такие волосы Не той длины, которые у меня были до этого И не того цвета Но я хочу вам сказать, что я так полюбила этот цвет Что я даже думаю В будущем, когда мои волосы вырастут, скажем, до плеч Что покрасится в такой цвет Как вы думаете? Подходит он мне или нет? Короче, девчонки, можно приобрести парики Естественно Я не знаю, как это у вас Есть ли у вас какие-то ассоциации Которые дают парики вот так вот прямо бесплатно Но вы можете его приобрести Потому что если вам неприятно ходить в платках Скажем так То все-таки это стоит Эти 6 месяцев, которые вы будете мучиться Купите уже этот парик И чувствуйте себя уверенно в себе Конечно, натуральные волосы Они стоят дороже Но я хочу вам сказать, что Есть парики, которые тоже не из натуральных волос Но они выглядят замечательно Это уже как бы по вашему карману судите И платки Я вам хочу сказать, что вначале Я вообще не хотела ими пользоваться Думала, фу, платки И сразу поймут, что я больная Но на самом деле Если вы правильно их завязываете Правильно ими пользуетесь И выбираете правильную ткань То они могут выглядеть просто прекрасно И если вам это интересно Я вам сделаю отдельное видео Какие платки есть у меня И как я их завязывала Это просто даже, я вам хочу сказать, модно Так что, девчонки, обязательно мне об этом пишите Ну и все Я хочу закругляться, чтобы видео не было очень длинным Я надеюсь, что вы нашли для себя какие-то дельные советы Если этот формат видео вам интересен и полезен То, пожалуйста, напишите мне внизу Чтобы я знала, стоит ли мне снимать такие видео Или не стоит Ну вот и все, девчонки Я желаю вам огромное количество Просто тонны здоровья, счастья И мы встретимся в следующей части Во второй части этого видео Пока-пока Люблю вас всех